У меня лопнуло стекло на моей фаре. Покупал недавно, год назад, от компании Wesson. Что произошло? Ни камушка, ничего. Непонятно. Стекло вот так вот в паутину превратилось. Поставил временно заводскую оптику. Как видите, у Wesson ровное стекло, у заводской выпуклое. Друзья, всем привет! Так как у меня лопнуло стекло, предлагаю поехать к моему товарищу, который занимается автосветом, выбрать новую оптику. Я ему позвонил. Он мне сказал, что есть пластиковые фары с ровным стеклом. Поэтому поедем посмотрим новинки 2024 года. Какие новые светодиодные лампы. Тем более нам нужно с вами подобрать палочку на наш новый алюминиевый багажник. Вам приятного просмотра. Новинки автосвета 2024 года. У меня, конечно, предположение есть, почему стекло лопнуло. После последних покаток, когда мы ездили в 9 января, там и фары полностью были в воде. Я их снимал, промыл, и одна из фар с рук вылетела и упала. Но никаких трещин, ничего не было. А вот на следующий день я поехал и увидел вот такую трещину. Влад, привет! Слышь, я по поводу фар. Вы сказали в прошлых видео про две модели, одну с габаритом, другая без. Стекло же, да? Стекло, да. Отражатель здесь пластик. Без рифления, да? Сам отражатель. Отражатель рифленый. На предыдущих моделях рифленое стекло гладкий отражающий. Ну да, я вот ребятам показывал. Слушай, а вот помнишь, какие я лампы устанавливал, брал у тебя светодиодные какие-то? Вы брали МТФ, Киберлайт линейку. Вот свет, свет огонь, мне нравится. Но сейчас вышли две новые модели. А есть все те лампы, которые я у тебя брал? Давай вот именно в эти отражатели включим, покажем, как они светят. Вот эти я покупал у тебя, да? Свет, ребята, на самом деле огонь. Сохо езжу. Помни, в чем тут фишка-то у них? Во-первых, чипы той же формы, того же размера и в тех же местах, как не кинокали у него галогеновая лампа. За счет этого эти лампы светят в те же зоны отражателя, куда инженеры рассчитывали с завода. И получается за счет этого четкая светокиневая граница и правильная заливка. То есть с правильными LED-лампами вы не слепите встречку. У вас правильный качественный свет. Медный сердечник для чипов и жидкостный сердечник для быстрого теплоотведения температуры от чипа. Это сделано для увеличения срока службы. Потому что если хорошее охлаждение у светодиода, он живет дольше. Это выглядит вот так вот. Лодочка внизу у лампы. Светодиода влево вправо. Давай подключим, посмотрим, как будет. Это ближний свет у нас. Слушай, ну очень ярко. Это ближний, да? Это ближний свет, да. Четкая светодиодная граница. Галочка в правую сторону, как положено для наших дорог. А дальний? Переключение ближний-дальний. Дальний уже бьет лучом. Далеко. Свет насыщенный. Ну-ка, давай вот здесь в ближнем плече. Ближний. О, капот, если мы настраиваем, не слепим, в салон не светим. Ну да, да, вот видно. Если чуть выше берем, то правильные настройки будет. Ну вот здесь, ребята, в принципе, видно. Вот, из-за того, это свето-теневая граница. У меня на чем проблема? У меня постоянно в фарах вода. У меня, во-первых, здесь стоит габаритка. Ну, вроде как бы заглушена. И лампочка вроде бы, знаешь, с резинкой. А все равно в фарах получается вода. Хотя и не так сильно плаваем. Постоянно после покатух, как бы, ну, мыть их постоянно не хочется. Есть какие-то варианты вот сюда, чтобы вода-то не попадала? Здесь идет резинка в комплекте. Подрасплющивается маленечко. Для некоторых ламп чуть, может быть, увеличить технологическое отверстие. А, вон как. И ламп поставится, да? Да, в принципе, ну, это примерно вот так вот выглядит. Все, я понял все. Да, и потом нужно довернуть будет правильно. Согласен. И, в принципе, вода, да, носит не будет впадать. С резиночкой. Влагозащитная идет в комплекте, да? Да. Она у всех фар идет? Насколько помню, да. Влад, я обещал ребятам показать новинки 24-го года. То, что не было раньше. Качественные LED-лампы желтого свечения, лимонного. Так называемых всепогодные. В общем, раньше их не было. Были только белого свечения. Мы про них рассказывали. Вот качественные варианты для себя. Отличные. Можно рекомендовать любой из них. Это все белое свечение. Но появилась еще новинка в желтого цвета. То есть, кто любит желтый цвет, именно всепогодный. Лимонный назовем его. Качественная вещь. Фирма МТФ. Фирма в рынке. Фирма на гарантии. Фирма с хорошей светоотдачей и правильными чипами. С правильным светораспределением СТГ. Про который мы все время вам говорим, чтобы был культурный свет. Мини-линзы. В цоколе H4 появились в качественном исполнении от фирмы МТФ. Значит, чип здесь 35-70 специальный для линз. Значит, две линейки. Первая серия мини-линз и серия эксперт. У них вторая серия. Слушай, я извиняюсь. А в мои фары, которые я у тебя приобрел, подойдут такие? В новые, да. В старые не подошли бы, потому что там рефлекторное стекло. А для мини-линз нужно, чтобы было стекло гладкое. В новые фары эти мини-линзы встанут. И я думаю, что эффект будет вау. Да. Мы попробуем? Конечно. Самое главное отличие этих двух мини-линз в том, что это подходит и на 24 В. Обратите внимание, на стабилизаторе указан вольтаж 9.32. Как раз на грузовых автомобилях, заведенную 28. Но также она работает и в легковых, потому что от 9 В. Старт у нее рабочей температуры. Вторые мини-линзы строго 12-вольтовые. Отдача здесь 4500 люмен. Здесь 5000 люмен. Попробуем фары. Установили мы мини-линзу 5000 люменов. То есть она у нас встала. Пыльник закрывается. В моей фаре, которую я приобрел. Вот так это все выглядит. Все умещается. Свободно встает. Подключим и посмотрим. Это какой? Это ближний. Четко СТГ в правом. Ну здесь однозначно. Парни, однозначно. Смотрите как. Сравнение со светодиодами. Хотя светодиоды считаются тоже круто. Так, а дальний? Давай ближний. Самый большой бонус светодиодных мини-линз, что светодиодов мы получаем, это не отключение ближнего света при включении дальнего. То есть здесь ближний постоянно, да? Да, двойной свет. В отличие от галогеновых фар, галогеновых ламп, там ближний отключается в целях экономии потребления. Так как здесь потребление практически не меняется, сделали двойной свет. Это большой бонус на дороге. Значит, качественные варианты перед вами. Мы выбрали из 20 вариантов 5 лучших. Значит, две линейки VT-Lite с четкой светодиодной границей. На чипе 3570. Это современный чип для себя. Получить культурный свет. Они со стабилизатором 9,32 вольта. То есть можно и кроме как на легковую, но и на грузовую технику поставить. И три варианта по МТФ. Вот такие вот у Виталия стоят. Стояли сейчас будут мини-линзы, я так понимаю. Я еще не уверен. Значит, и вот у этой же фирмы две новые линейки на 5000 люмен и на 6500 люмен. Они подходят для установки не только в оптику рефлекторную, но и в линзованные фары. То есть если у вас автомобиль с линзами, допустим, Toyota Camry банально. В нее эти светодиоды встанут, дадут четкую СТГ и правильное светораспределение. Также в продаже имеются светодиодные фонари задние не узкие. Сейчас покажу режимы какие есть. Совсем пройдусь быстренько. Поворотный стиль Lexus. Насколько я помню. Задний ход. Все светодиодное. Они ударопрочные. В принципе. Мы как-то сталкивались в красном и и тонированном. И тонированные они в принципе. От цвета автомобиля. Либо вот мы подбирали. Человеку надфарники брали темные. Темные повторители. Естественно, красные фонари. Во весь стиль автомобиля бы не уложились. И мы поставили темные. Влад, я смотрю, у тебя есть светодиодные фары. Это, наверное, Китай. Вот просто я знаю, что ребята многие ставят и в группе, в моей телеграм-канал Нива 07. Все говорят, что ближний вроде бы есть, но дальнего нет. Что ты скажешь, раз ты ими торгуешь. Ну, честно, вещь на любителя. Хоть мы ими и торгуем. Для принципиальных, кому очень нужно. Но это бюджетный вариант. Там 3 тысячи плюс-минус рублей за штуку. И если уж брать светодиодные фары на него, нужно закладывать бюджет 1015 хотя бы. Потому что все бюджетные варианты будут значительно хуже ВСМа. Это однозначно. Чтобы наравне с ВСМом, как мы с тобой рассматривали, было не меньше 15 тысяч должно это стоить. Поэтому, ну, вот этот бюджетный вариант. Ну, это Китай, да, я понимаю? В Китай, да. Такой простенький. Давай включим, вот просто покажем. Первое, это у нее есть ходовой огонь. Ну, красиво, симпатично. Красиво, да. И второе, это есть функция поворотника у нее, естественно. Понятно. Это теневая, в принципе, четкая. Ну, то есть, это отдача, которая была с ВСМом, мы уже не... Ну, я бы не сказал, что она прямо... Ну, давай на машину. Света намного меньше, я считаю. Да. А дальний, я не пойму. Вот дальний. А он куда светит? В космос куда-то? Он просто пятна управляет, да. Особо. Я предполагал, как и люди говорят, что, ну, чисто так, чтобы оно было. Ближнее есть, но дальнего, как правило, его нет. Есть пару фирм, которые делают приличные вещи светодиодных фар Ниловских. Это Салман. В районе 13 тысяч у них МРЦ идет, это минимальная розничная. И Яролайц, у них есть разные модели, есть бюджетные, есть получше. Вот получше модель я недавно заказывал человеку, хорошие 15 тысячами обошлись. Как я вам говорил в начале видео, что у меня установлен новый алюминиевый экспедиционный багажник, поэтому у Влада приехал посмотреть, что можно поставить на боковой и на задний свет. Приличные вещи тоже выбрали Салман, НПП Орион. Все это абсолютно разное, и оно для разных целей. Эта фара китайская, бюджетная, но неплохо светит, и она с ходовым огнем. Это удобно установить куда-нибудь на бампер было бы, и как дополнительный свет ближний, а не 12,24 вольта. Кодовой огонь можно использовать для некоторых автомобилей, не обязательно же мы про него сразу. Вот, то есть, может быть, на какую-то другую машину. Это НПП Орион, фирма Санкт-Петербургская, это фара ближнего света. Она 30-ти ваттная, здесь стекло поликарбонат, качественный большой радиатор охлаждения. Ближний свет, это Салман, это фара дальнего света, для разных, так скажем, целей. И вот у Салмана такая вот новинка, ближний свет, здоровый радиатор, пароотвод клапан, крепеж у всех идет металлический. И мини-фара, куда-нибудь может быть, кому-нибудь пригодится, тоже Салмановская. Она двухцветная, с четкостью от тневой границы, это ближний свет, белый и желтый. Здесь поэтому три провода идет для подключения. С ходовым огнем, ходовой огонь так вот светится, беленького света. И можно одновременно, можно отдельно, ближний свет именно на ней. Здесь они довольно яркие при адекватной стоимости. Значит, НПП Орион. Две линзы по 15 ватт каждая, 30-ти ваттная идет, тоже ближний свет. Универсальная фара, отличный вариант для себя. Это у нас Салман, фара дальнего свечения. То есть она бьет далеко, без свето-тневой границы, то есть кому нужен дополнительный дальний. Это самые компактные фары по Саламану, тоже как универсальные, на любую технику. Это ближний свет, с четкостью от тневой границы. А, интересно. И она двухцветная, то есть это белое свечение. Выключаем, желтое. Вариант универсальной фары, как всепободная, допустим, можно использовать. Для того, чтобы установить на эксплуатационный багажник, нужно, чтобы вода не попадала. Например, фара стоит сзади багажника, и вы когда едете, вся вода попадает на радиатор. Если открытый радиатор, то попадает на плату, да, происходит замыкание, а тут закрытого типа. Вот это мне как бы понравилось, давай включим, посмотрим. Часть фар, вот допустим, три вот этих вида, у них крепеж переворачиваемый. То есть можно под бампер, можно повернуть в крепеж и сделать на бампер. То есть у этих трех моделей так. У этих двух моделей, вот этот дальний, который мы смотрели только что, и вот эта вот модель, у них строго вниз крепеж был. Ну вот так, ага. То есть это нужно учитывать. А почему? Потому что у них светотеневая граница есть, хотя в принципе для дальнего она не важна. Ну, вверх ногами можно это поставить, но здесь видите клапан аппарат вода, опять же все. Салмана их заявляет, что качественный свет у них. Тут четкая светотеневая граница. Фара ближнего свечения. Это, насколько я помню, 30-ваттная и у них еще есть, по-моему, на 60 у нас ватт. Качественный радиатор здоровенный, то есть для охлаждения это огромный плюс. Вот у Влада появились линзы Salman. У меня такие установлены на один слинз. Габариты и дальний свет у меня от отдельной кнопки сделано. Здесь габариты, ближний и дальний свет. Также поворотник в стиле Lexus. Самое важное, это оригинал. Они идут левый и правый. Это правая сторона. Они с регулировкой по углу наклона. Лифт у всех машин разный. Это же Niva. У кого-то она в стоке, у кого-то повыше. Поэтому желательно, чтобы надфарники регулировались. Иначе в некоторых положениях они могут слепить. Чтобы это не слепило, мы регулируем их на шарнирах, на специальных. Они идут в комплекте. Каждый подписан. В установке все просто. Также идут пыльники в комплекте, тоже левый и правый. И провода для подключения дальнего света. Наконец-то они появились. Надолго очень пропадали. Вот. Теперь снова в наличии. Что я приобретаю? Все-таки Влад меня уговорил. Приобретаю я пластиковые фары. У нас рифление только идет отражатель пластиковый. Смотрится классно. Ну и покупаю сразу мини-линзы. Мини-линзы у нас идут на 5000 люминов. Сейчас мы сразу все берем. Сразу поставим пыльничек резиновый. Чтобы влага не попадала. Потому что по лужам ездим. Конечно не хочется пачкать такую красоту. Так Влад, давай сразу договоримся. Я установлю. Сегодня прокатнусь. Покажу ребятам установку. Если они мне как-то чем-то не устроят. Я тебе просто их назад вернул. Покатаюсь. Посмотрим. Понравится, не понравится. Посмотрю с теми светодиодами, которые у меня установлены. Просто тоже и те лампы хорошие. И как бы линзы. Но линзы, да, конечно, они показали уровень. Как это все будет в темное время суток. На дороге самое главное. Да, то есть так договорились, да? Да, легко. Приехала домой. Сейчас буду устанавливать новую оптику. Здесь у меня родная. Так как у меня Весн лопнула. Здесь у меня установлена Весн. Вот я открыл фару. Вот так устанавливаются светодиоды. То есть вот он светодиодный. Цоколь торчит. Вот показываю новую фару. Вот новую фару. Подцоколь у нас ничем не отличается. Устанавливается в родное место. Без каких-либо переделок. Как видите, здесь у меня резинового пыльника нет. И сюда у меня попадает вода. Здесь у меня остановлен теперь резиновый пыльник. Я думаю, что когда при преодолении брода у нас фара не будет наполняться водой. Ну вот, смотрите. Подключил я новую фару. Новые очки купил. Сюда поставил, потому что мои уже прожарили. Не знаю, сейчас видно, не видно. Сейчас включил дальний свет. Как и говорили, здесь сейчас и ближний, и дальний работает. Эта фара намного ярче, намного ярче. Все, собираю, дожидаюсь вечера. И вечером выезжаем, и уже смотрим. При установке новых фар нюанс появился. Сейчас вам покажу. Вот они язычки. Тоненькие, видите, да? Которые вставляются. Их три штуки. Фиксаторы. В новый он сделан совершенно по-другому. Он туда не залазит. Во-первых, он широкий. Что я сделал? Так как это пластик. Нагрел нож. И вот таким образом я сплавил. И после этого у нас встал. В принципе, не сложно. Но нюанс есть такой, чтобы знали. Вот после доработки, смотрите, сплавил ножом. И вот теперь вот этот язычок, он у нас будет залазить. Залазить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok.